спасибо наш дорогой господь ты так ко всем благ и милости в господи ты дал нам сегодня этот чудесный день это чудесное время когда мы вновь можем иметь эту встречу на площадке господь эта встреча с тобой господи мы благодарим тебя дух святой что ты собираешь нас объединяешь мы в разных местах но мы соединяемся в духе и мы нуждаемся господь твоем сегодня помазание в твоем движении в твоем откровении мы нуждаемся чтобы ты сегодня господь говорил в наши сердца и пусть твое помазание течет через каждого из нас и служит благословением друг другу для твоей славы для созидания твоего тела для созидания команды господь чтобы мы еще больше объединялись господь больше созидались и возрастали познание тебе и двигались в этом даре господь и активировались дары в нашем сердцах во имя иисуса для твоей славы мы тебя за все благодарим господь все веряем твои драгоценные святые руки и воздаем за все тебе славу отец и сын и дух святой аминь мы с вами начали непосредственно приступили непосредственно к уже даром святого духа уже даром святого духа и мы с вами сказали очень важное утверждение чтобы мы понимали говоря о даре пророчество и от духи пророчество до пророчества это дар а не служенье это не то же самое что служение пророкам мы сегодня двинемся дальше мы будем говорить о служении пророка мы поговорим с вами о пророческом проповедование поговорим с вами о всех тех вещах которые имеют к пророчеству отношения у которого есть своя некая такая эксклюзивность специфика но пророческая но пророческая так вот дар пророчества это дар они служения я напоминаю что служение святого духа которая выражается через дар пророчества эта функция некая такая функция служения в теле христа но само служение в его основном масштабе производится через пророка это как функция руководства и этот дар формируется и формируется достаточно продолжительное время господа потому что эта функция руководства церкви пятигранное служение служение пророка дар проявления самого христа как пророка иисус он был пророком он был апостолом он был евангелистом он был пастором он был учителем и вот это его пятигранность она и заключается в тех дарах которые иисус демонстрирует через особого рода служителей и в данном случае мы с вами разговор ведем о пророках но тем не менее мы с вами посмотрим сейчас как этот это его функция этот его дар иисуса христа уже для тела проявляется и давайте посмотрим на иисуса на апостола это написано в евреях 3 глава и прочитаем первый стих и так братья святые участники в небесном звании он разумеете посланника посланник переводится как апостол мы не всегда рассматриваем в этом слове апостольство но апостол это посланы это посланник и посланник здесь звучит с большой буквы у разумеете апостола и первосвященник его священническая роль пасторская роль сразу здесь в одном стихе вот уже мы видим его и как апостола и как пастора но мы посмотрим еще другое слово в писании потому что их далеко не одно у разумеете апостола иисуса христа и разумеете первосвященника нашего нашего исповедания иисуса христа иисус как пророк давайте посмотрим одно из мест деяния 3 22 моисей сказал отцам господь наш возвиднет нам из братьев наших пророка как меня слушайтесь его во всем что он не будет говорить вам он будучи пророком как мы видим из писания предвозвещен еще в очень очень давние времена и самих пророчеств об иисусе их очень много которые он все исполнил исполнил в себе иисус как ну скажем так очень современно звучит слово евангелист как-то даже и нет такой знаете проекции на прошлое как слово иногда мне имена такие вот в людях марина как она может быть бабушкой марина очень молодое имя и таких имен кстати тоже много евангелист 4 глава матфея 4 глава и прочитаем с двадцать третьего стиха и ходил иисус по всей галилеи уча в синагогах вот уже нам роль учителя проповедуя евангелие царства проповедь евангелие царства это и есть евангелизм и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях а это как раз демонстрация демонстрация этого царства и любой человек и христианин и не христианин тот кто смотрит на христиан эту демонстрацию царства он хочет увидеть так бы так ли всесилен бог так ли он прославлен как порой люди говорят если люди говорят что бог всемогущий то где исцеление если бог всемогущий то где власть над ситуацией и вот эта демонстрация она как раз производится через дары служения и в принципе можно не дальше не ходить мы с вами посмотрели на него и на пастора и на учителя и евангелиста и пророка хотя мест очень много и давайте скажем аминь 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 все те дары которые иисус транслирует на церковь через которые он проявляется сам всеми этими гранями он обладал как апостол как пророк как евангелист как пастор как учитель и давайте мы сейчас о служении пророка поговорим 1 коринфянам 14 3 открывает нам что дар пророчества дар не служение пророка дар предназначен для трех главных целей кто напомнит для чего вещание да отлично и еще решение назидание наверное да молодцы ала молодцы лена для назидания вещание утешения дар пророческий очень позитивен этим даром обладает все тело христа абсолютно каждый человек может присоединиться к течению святого духа чтобы назидать увещать утешение служение пророка имеет уже власть церкви в проповеди и пророчестве какую пастор имеет в проповедовании в пасторском консультировании уже выше некоторые сферы давайте посмотрим в которых служит пророк обеспечение направления я я сейчас эти места не буду поднимать я вам их назову можете их прочесть кому интересно направленность направленность течения направленность движения 3 царств 22 7 3 царств 22 глава 7 стих пророк может исправлять следующий пункт пророк может исправлять кривизны у него дает ему дается такое право для тела христа и езекииль 3 глава 18 стих по одному по одному по два стиха я вам буду говорить на каждый пункт следующее провозглашать божественные указания божьем судья или благословение давайте также отметим что большая часть ветхого завета написано пророками написано пророками пророки написали нам практически все весь ветхий завет практически весь ветхий завет а церковь которая появилась в новозаветное время написано апостолами почему и говорится что церковь божия созидается на основании апостолов и пророков и в этой части господь тоже не отступает от этой истины его слово сформировано собрано апостолами и пророками давайте скажем аминь 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 когда говорят что слово пророческое слово проверяется тем исполнится оно или не исполнится но здесь нам важно знать что вся вселенская церковь это не мы с вами по всему лицу земли сейчас вся вселенская церковь это все поколения верующих которые жили на этой земле и живут и будут жить вот это вся вселенская церковь поэтому когда звучит пророческое слово как оно даже кстати отец наш веры авраам ему сказали что он будет отцом множества народов но он это в своей жизни этого множества не видел поэтому доверяя слово божьему не надо отвергать то пророчество которое допустим при нашей жизни не исполнилось но которому дан старт и которая высвобождена господь исполит исполнит его в наших потомках в наших поколениях если последующих если мы с вами понимаем что это слово от бога если мы с ним согласны если мы его не аннулируем не верим и давайте скажем аминь 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 когда прозвучало откровение и давайте возьмем моего любимого пророка исайю сорок четвертая глава прочитаем сорок четвертая глава и наверное двадцать восьмой стих еще один кусочек прочтем говорится о кире пророк говорит о кире что кир пастырь мой и он исполнит всю волю мою и скажет иерусалиму ты будешь построен и храму ты будешь основан я даже еще наверное одно место возьму и отдам тебе как продолжение и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытое богатство дабы ты познал что я господь называющий тебя по имени я бог израилев это говорится киру сорок пятая глава начинается так говорит господь помазаннику своему киру и вот он дальше говорит отдам тебе хранимые сокровища потому что ты исполнишь всю волю мою и скажешь иерусалиму ты будешь построен и ты будешь основан пророчество это звучит 750 год до нашей эры 750 год до нашей эры и было исполнено и было исполнено через 150 лет 150 лет да люди тогда жили долго но и для человеческого рода уже было озвучено да будет время жизни ваше 120 и не всегда можно увидеть что произойдет через 150 лет 650 год до нашей эры 650 год даже 600 и наверное давайте посмотрим где а где в этом говорится одну минутку двигаться по писанию нужно время и вам и мне Даниила здесь десятая по моему глава вот смотрите третий год Кира царя Персидского было откровение Даниилу который назывался именем Валтасара и истинно было это откровение и великой силы он понял это откровение и уразумел это видение вот когда оно исполнилось и Даниил его время жизни это вот 600 годы до нашей эры 750 и 600 годы исчисление ведется в сторону уменьшения вот 150 лет позднее пророчество прозвучало через Исаю исполнилось во времена Даниила Аллилуйя слава Богу чтобы нам с вами понимать что мы тело Христа соединенное во временах во все времена во все сроки существования земли и существования веры в человеке в Бога Авраама Исаака Иакова в пришествие Машиаха слава Богу положить основания в церкви вот то что я вам сказала на основании апостолов и пророков я место укажу эфесянам 2.20 посмотрите его но это место уже нам неоднократно озвучивалось и мы с ним уже давно но мы на это сказали аминь давайте сейчас скажем аминь что церковь полагается на основании апостолов и пророков аминь 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 и знаете в этом плане в этой части надо хорошо понимать что пророческо-апостольское основание это очень невидимая часть это люди которые не видны как правило они находятся в тени они создают других на дело служения и если даже они видны то это может быть тоже демонстрация царства они видны только для того чтобы нам проверить фундамент только для того чтобы нам посмотреть насколько крепко строится на этом фундаменте дом божий аллилуйя передать духовные дары вот тот момент когда павел передавал тимофею вместе с пророком силой возможно даже говорят и пророком иудой санкт-пресвитера пророки и апостолы как пятигранное служение евангелисты пасторы учителя они имеют власть от бога помазывать передавать помазать служителя три служителя ветхом завете были помазан пророками мы знаем эти моменты когда , да вид был помазан и передать духовные дары как в случае с павлом и тимофеем когда возлагались руки сила иуда и павлом на тимофея и это был ученик Павла, передача духовных даров. Это тоже функция руководства в теле, помазывать служителей и предоставлять им уже новую власть в церкви, для руководства церкви, для формирования церкви, для созидания святых на дело служения. Мы с вами говорили, что апостол это тот, кто посылается либо для чего-то, либо для кого-то. Либо для кого-то. Такая усеченная версия, что апостолы насаждают церкви. Не только. Апостолы формируют святых на дело служения каждого. Для кого-то тоже функция. Идем дальше. Ну, как пример. Первый царь Саул был помазан пророком Смуилом. Первосвященник, кстати, Аарон был помазан Моисеем, тоже пророком Моисеем. Илия помазал Елисея и других пророков. Там был вообще сон пророков. И давайте вот такое место еще прочитаем. Я о нем чуть-чуть фразу буквально одну скажу. Амос, малые пророки. Или Амос, как правильное ударение. Скорее всего, наверное, даже Амос. 3, 3 глава, 7 стих. Ибо Господь ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Эти люди участвуют в тайнах Бога. Все ли? Не все. А вот это тоже функция, которое принадлежит пророкам Божьим. Господь ничего не делает. Вот оно сотрудничество. Он взял нас в соработники. Даже сам Бог ограничил себя в каких-то действиях, прежде чем не откроет этой тайны рабам своим пророкам. Поэтому такая серьезная атака идет на эту восстановленную истину в церквях. Чтобы в церковь абсолютно на равных правах с пастором, пресвитером пришли пророки, апостолы, евангелисты, учителя. Не учителя библейской школы. Не об этом речь. Понимаете, да? Это функция руководства. Это как совет директоров церкви. Это помогает, очень сильно помогает пасторам, которые очень долго были одни. Очень долго были одни. И весь труд духовный по руководству, по формированию откровения в церкви, по движению церкви, по омазанию, проведению и положению основания в церкви. Вот это вот все лежало на плечах пасторства. А Господь говорит, вот вам пять граней, служения, чтобы совокупность этого пятигранного служения позволила вам иметь равный совет, равный среди равных, чтобы голос был услышан. При множестве совещаний любое дело состоится. Любое дело состоится. Тяжелый труд у пастора каждый раз в одно и то же время, в один и тот же день получить слово от Господа или сформировать это слово, или какую-то истину Божию взять и продемонстрировать ее, протранслировать ее на церковь. Это непростые вещи. Человек уже завязан на царстве. Он не может далеко уехать, он не может отойти. Может, конечно, может, конечно, но это его ответственность. И это действительно сейчас с большой неохотой люди идут в пастора, потому что много чего приходится преодолевать. И вообще, слава Богу за этих служителей, которые верно служат, мы не упраздняем ни в коем случае то, что уже Господь насадил в церкви. Он, наоборот, подкрепляет восстановленной истиной, когда возвращает в тело учителей, когда возвращает истинное Евангелие, евангелистов, людей с сердцем евангелиста, говорить о Боге, спасать души, спасать народы, спасать территории, ну и, конечно же, апостолы и пророки. Давайте посмотрим немножечко с привязкой к пророчествам вот такие понятия, как пророк и пророчица. Кто, как понимает, кто такой пророк? Вот в свете того, что мы с вами только что сказали. Кто уловил? Кто же такой пророк? Кто может сказать? Это тот, который предвосхищает события, которые должны произойти. Это тот, который проявляет самого Христа, служение Христа. Сильнее, уже сильнее. Хорошо. Это тот, который участвует в тайнах Бога, сотрудничество с Богом осуществляется. Аминь, аминь. Прекрасно. Прекрасно. Давайте еще раз. Пророк пророчица. Ну, понятно, мужчина пророк, женщина пророк. Хотя мы никого уже не знаем по плоти, но тем не менее мы с вами ходим пока еще в теле. И у нас есть эта гендерная разница. Поэтому и звучит так. Он пророк, она пророчица. Божий человек, которому Христом дан превосходящие другие дары. Другие дары. Функция руководства. Пророк является выражением одного из пятигранных даров. Нам тоже это надо всегда говорить, когда нас будут спрашивать, кто же это такие пророки. Которая выражает служение кого? Для церкви. Пророк. Христа. Христа. Аминь. Христа. Хорошо запомнили. Служение Христа для церкви. Это помазанный служитель, который одарен способностью получать, говорить конкретные мысли Христа людям, церквям, деловым людям, нациям. Сфера влияния разная может быть. Она может быть локальная, может быть глобальная. Вот это вот профитис, греческое слово, и может быть на би, тонах так переводится, писание, пророки, на би. Это пророки. Танах, вот эта средняя часть, это как раз от слова пророки, на би. Тот человек, которому дается послание непосредственно от Бога. Или кому он сообщает секреты? Секреты, о которых мы только что говорили. Разные варианты используются в сеттагенте, но я не буду эти вещи вам говорить. Вот то, что мы с вами назвали, для того, чтобы понимать, кто такой пророк, этого достаточно. Это функция руководства в теле, это пятигранный служитель, который выражает служение Христа. Христа. Аллилуйя. Давайте отсюда некую такую трансляцию дальше проведем. Пророк, пророчица, разобрались. Что же такое пророчество, само пророчество? Кто может немножечко так вот сузить это понимание? Понятно, что мы понимаем, что такое пророчество. А кто может озвучить, что это такое? Слово от Бога. Да, мысли от Бога, советы от Бога, Слово от Бога. Это высказывание про возглашение того, чего невозможно узнать естественным путем. Это достаточно сверхъестественный дар. Это высказывание воли Бога, которое относится к каким периодам, давайте подумаем? Пророчество. Каким периодом? Настоящее и будущее. к будущему. Которое относится к прошлому, настоящему и будущему. Ко всем абсолютно сезонам. Пророчество это высказывание воли Бога, слова Бога, мысли Бога, советов Бога, сверхъестественным путем полученное, которое относится и к прошлому, и к настоящему будущему. И давайте немножко про новозаветное, потому что это тоже важно, новозаветное пророчество. Иисус, он дает такое песню Господа. Вот это вот слово важно нам, мы в прошлый раз говорили, еще раз напомнить нам, как собрание, откровение 19.10. Помните, мы говорили, у кого нет еще откровения на этот счет, получите его. 19.10. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Этот дух пророчества на пророчестве само пребывает, потому что пророческое слово говорят и с даром пророчества, и сам пророк говорит пророческое слово. Глубина, масштаб разные, но это есть дух пророчества, свидетельство Иисусова. Давайте вот так вот скажем еще. Из уст пророка пророчества пророк говорит божественные мысли, наставления, передает слово Рема, Рема, не Логос. Разницу все понимают между Логосом Рема, я надеюсь. это слово живое, распечатанное для конкретного собрания, для конкретной ситуации, потому что мы имеем с вами в Писании истинное пророческое слово, которое состоится, избудется, но есть предложение от Бога получать распаковку этого слова, этого Жерема. Назидание, указание, исправление, где-то подтверждение, где-то наставление в праведности, это пророчество. Хорошо. Может быть, кто-то дерзнет сказать, что такое пророческое помазание, пророческая мантия. Давайте попробуем вот это определение сложить сами из тех знаний, которые мы уже с вами имеем. Что же такое за пророческое помазание? Что же за мантия такая пророческая? Или давайте скажем так, что значит служить с пророческим помазанием? В силе Духа Святого. В силе Духа Святого, а в силе Христа? В силе Христа, конечно. В силе Христа. Еще. Имейте сверхъестественное понимание знаний. Понимание знаний. Власть. Власть для упрощения или созидания церкви. Аминь, Ала, тоже замечательно. Власть. Пророческое помазание оно наделяет чем-то, да? Вот знаете, глубокое изучение слова помазать, оно открывает, что помазание вообще было использовано для посвящения людей в определенную позицию, в определенное служение. И вот служить в пророческом помазании, это имеет непосредственную проекцию на то, что я сказала только что. Это посвящение людей в определенную позицию или служение. И вот даже, знаете, говорится, что ермо разрушается из-за помазания. И в настоящее время, давайте к настоящему времени, пророческое помазание означает проявление присутствия Бога, пророческое помазание, пришло пророческое помазание, проявление присутствия Бога для конкретной нужды. Мы говорим, давайте мы сейчас помолимся, пусть обновится пророческое помазание. И оно действительно проявляется. И люди начинают пророчествовать. И сказать, что человек имеет пророческое помазание, это означает, что у него есть призвание действовать в пророческом служении. Помазанный пророк, мы говорим такие вещи. Это вовсе не означает, что у этого человека есть призвание служить пророком. Нет. Но есть разница между помазанием пророческой мантии. Похожее значение. Если вы кому-то пророчествовали, если вы кому-то пророчествовали, это означает, что вот эта пророческая мантия дает, дарует способность служить пророческом слове, действие, которое проявляется в данный конкретный момент, пророческая мантия, это созвучные очень вещи, помазание, чтобы когда нам с вами говорили бы эти вещи, у нас бы не было понимания, что это какие-то разные вещи. Нет, это не разные вещи. Это очень созвучные по значению вещи. И еще раз, посвящение людей в определенную позицию или служение. Пророческое помазание. Посвящение людей в определенную позицию или служение. Накинуть на него мантию пророческую. И дальше уже мы с вами говорим. Служить телу Христа либо в дарах Святого Духа, либо являть присутствие Христа через высвобождение слова сверхъестественным образом полученное для восполнения конкретной нужды. Достаточно понятно, но не коротко, конечно. Конечно, не коротко, но нам все равно придется с этими вещами сталкиваться. Нам надо понимать, кто такой пророк, что такое пророчество, что такое мантия пророческая, пророческое помазание. Нам важно это понимать. Давайте тогда мы с вами сказали пророчество. Сам пророк говорит немножко иначе. Пророческое слово назидание, увещание, укрепление в вере, а пророк функция шире. Назидание, увещание, укрепление в вере, да, но и указание, но и исправление, но и подтверждение, но и наставление в праведности. Шире, функция шире, функция руководства. Давайте с вами немножечко поговорим, что такое Это пророческий совет. Как вы думаете, что такое пророческий совет? Подумаем давайте. Когда мы даем совет людям? Публично или один на один? Давайте вот так вот будем сужать. Один на один. Можно сказать, что пророческий совет конкретному человеку это тоже служение один на один? Наверное, да. Наверное, да. Вот есть согласие внутри, что пророческий совет человеку это все равно где-то служение индивидуальное такое. Есть такое согласие внутри? Или нет, мы пророческий совет будем давать всему нашему собранию и это целиком для каждого. Или мы даже пророчествуем индивидуально. Как вы думаете, можно дать пророческий совет всему собранию, допустим, по местной церкви? Да. Я думаю, нет. Это тоже будет индивидуально. Это же церкви как телу. Церкви как телу, да? Церкви как телу, да. А как личности нет. А как личности нет. И вот это вот разница. Пророческий совет от заслужения, если говорить про каждого из нас как личность, это служение один на один. Для чего? Это некая такая помощь людям. Дать такую библейскую мудрость или уточнение, чтобы открыть либо корень проблемы, либо служить в освобождении, либо внутреннем исцелении. Это все приходит из источников Божьих. И то, что мы называем консультированием, когда оно основано на пророческом даре, это может прозвучать консультирование-пророческий совет. Есть люди, которые движутся в консультировании по конкретным программам, да? А есть по водительству Духа Святого. Это такое сотрудничество с человеком в дарах Святого Духа, чтобы открыть корень проблемы. Поэтому пророческий совет, я бы так сказала, это плюс к библейскому консультированию. Быть более эффективным, чем действия христианского психолога, который использует только то, чему научены. Хотя это труд, хотя это труд чей-то, который мы изучили и с которым согласились. Мы взяли с вами определенную программу Душа Попечителя. Там написано, как трудиться в этом случае, как трудиться в этом случае, как помочь человеку простить, как объяснить ему, что чревато осуждать, что очень неправильно сплетничать, превозноситься над человеком. Вот эти вот вещи мы с вами берем из конкретной программы. Это как слово, истинное слово из Слова Божьего, на основании которого мы своим трудом, изысканиями, и у нас есть уже определенный опыт, собираем проповедь, например, для воскресного служения. А есть пророческое проповедование и есть пророческое дополнение к библейским доктринам и к библейской психологии, чтобы помочь человеку найти причину, корень его проблемы и служить в освобождении. Почему я об этом говорю? Потому что если мы пойдем с вами программно, и это хорошо, то мы не всегда можем добраться до истинных корней проблемы. И мы вроде бы как в рамках программы и на это посмотрели, и на это посмотрели, а дверь не открывается. И вот здесь вот пророческий совет из мудрости Божьей, когда мы действуем в дарах Святого Духа, здесь правильно говорилось, когда, может быть, получили слово знания, только здесь главный акцент не на знания, а на слово. Мы получили слово знания от Бога. Мы получили совет от Бога. Мы получили подсказку. И это называется пророческий совет. Это плюс к служению, к эффективности служения библейского консультирования. Вот так вот скажем. Но более широко рассмотрели, потому что важно понять, что это тоже пророческий поток. Хотя это не пророчество. У нас была ситуация вот совсем недавно. Вот этот вот пророческий совет, чтобы определить корень проблемы, был сказан человеку. Человек просил от Господа. Стесненное обстоятельство. Стесненное обстоятельство. Человек просит помощи от Господа. Вдова. Женщина потеряла мужа. И ситуация не меняется, и она приходит с осуждением Господа и говорит, он не защитник, сирот и вдов. Но человек уже получил слово от Господа и дает пророческий совет. Ты ходил от гадалки, покайся. Чувствуете разницу? И человек, это совет, покайся. Человек может покаяться, может не покаяться. Но человек в духе получил через пророческое откровение причину, открыл корень, почему же эта дверь не открывается, почему же Господь не помогает. А человек, молясь якобы к Господу, пошел к гадалке. И это конкретный случай с нашей площадки. С нашей площадки был такой случай. Вот что такое пророческий совет. Это плюс к библейскому консультированию. И это библейское консультирование делает более эффективным, чем просто консультирование в рамках какой-то проблемы. Отпустить, найти корень, вырвать. Вот этот момент ведет к покаянию, осознанию и сверхъестественному откровению, что Бог, он сверхъестественный, он сотрудничает со служителями, которые сейчас пришли заниматься, ну в частности, душепопечением. Вот что такое пророческий совет. Немножко другим целям, чем служение пророка. Пророк, он высвободит слово, полноценное слово, ситуацию в жизнь. А это некая такая демонстрация библейской мудрости, сотрудничества Бога с человеком. Аллилуйя. Вот такое длинное у нас было. Распознат мы еще поговорим. Не сегодня. Поговорим о пророческом служении, о пророческих людях, о пророческих хвалея поговорим, поговорим о пророческих пресвитерах, о пророческом поклонении. Это все нам надо слагать в сердце свое, чтобы понимать, что пророческое течение, оно очень многогранное. Но главное, то, что мы с вами отметили, что, во-первых, дар, дары Святого Духа, это для всех. Господь открывает разные грани, и на площадке могут собраться очень разные люди с разными гранями пророческого слова. Например, один знает, что такое пророческая хвала. Он поет пророческие песни. Кто-то танцует, кто-то высвобождает в это время жесты, кто-то явно мечом уже машет, отрубая что-то там, отделяя что-то там. Кто-то может пророчески молиться. Есть пророческие пресвитеры, и надо посмотреть, чем они отличаются от обычных. Есть вот этот пророческий совет из Духа Божьего, чтобы различить ситуацию, и она в помощь душепопечителям, и так далее, и так далее. Грани очень много. Мы с вами обогащаемся невероятными дарами, и расширение приходит от Господа в таких многих сферах, что порой кажется, что это грани разного, а это оказывается совокупность. Это те пазлы, которые делают картинку красивой, законченной. Слава Богу. И вот здесь вот главное, очень главное, не дать себе послушать эти ложные языки, что в этой сфере я уже все знаю, что в этой сфере мне уже достаточно знаний, и даже где-то практики. И человек уже пророчествует, и человек уже слышит, и человек уже имеет водительство. И эта мантия работает, и помазание работает. И когда речь идет о каких-то азах, вот таких вот, а что же такое пророк? Да, ну зачем нам это, да? Оказывается, важно увидеть, что это не одно и то же, что пророческое слово, что этот дар растет и растет очень долго. И влияние у пророков, оно может быть чисто на семью, на церковь, на родство свое, а может быть всемирное служение. И тот, и другой в конечном счете окажется пророком в лице Божьем. Но масштаб и влияние разное, поэтому насколько человек верен, насколько посвящен, и от этого не пострадает ничье служение, пострадает только твое призвание, либо обогатиться. Когда человек целенаправленно, раз за разом приобретает от Господа новые и новые грани того дара, которому человек призван и в котором он движется. И давайте скажем Аминь. 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 Слава Богу. Аминь. Да, верность и посвящение и труд вот этот вот постоянный, монотонный. Это качество не каждого служителя. Двигаться и двигаться в одном и том же, расширяя, расширяя внутренность свою под новые способности, под новые возможности. Люди устают, отходят, возвращаются, опять начинают. И это как будто бы такое топтание на месте. Здесь бывает, очень часто бывает разочарование. Если засыпиться за эту сферу, ты понимаешь, что это тебя однажды привлекло. Это как любовь, которая не перестает. Любовь никогда не перестает. Если люди говорят закончилась любовь, ну значит закончилось твое посвящение, человек мой дорогой. Вера, отслышание, 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 постоянно, слово Рема, распечатанного слова. Аллилуйя. Я сегодня очень много говорила, прошу прощения, но это важные вещи. Нам тоже проверять себя, немножко проверять себя, чего мы хотим. Вдарили мы. Или есть дары, но уже устала от всего и вообще я уже ничего не хочу. Ни служений, ни даров, ни пастерства, ничего не хочу. Просто я спасенный человек, ну и пусть, что как головешка из огня. Люди тоже некоторые так говорят. Затухание такое. И дело в том, что это будет тенденция. В последнее время отступят многие от веры, вникая, слушая, голоса другие. Этот мир влечет. То, что в мире происходит, это более легко берется и более, как бы, некоторые люди говорят, естественно. Но для нас, призванных Богом, естественно, и то, и другое. Мы одной ногой стоим в духовном мире. Второй ногой мы стоим в этом мире, наводя порядок в нем. И без духовного нам уже пресно, нам уже скучно. Мы призваны к этому духовному. Мы телом, мы тело во Христе посажен на небесах. Христос нами сидит на небесах. Он не просто голова катается там по небесам. Не просто Христос сидит одесную Бога. Он с телом, мы его тело. И эти вещи надо соединить. Он нами сидит на небесах, будучи главой. Это интересное состояние находиться в духе постоянно на небесах. А здесь на земле двигаться. Мы с вами брали этот пример, когда разговаривали в прошлый раз, напомню его, в автобусе. Смеялись, разговаривали, говорили девчонкам, африканкам что-то там. От дух молился, от дух воевал. И эти сатанисты вышли. Слава Богу, дорогие, мы начинаем пророчествовать. Давайте немного помолимся, и мы будем пророчествовать. Нам важен этот дар, возгретый и углубленный, заглубленный этот дар. Хорошо. Включаем микрофон. Аминь, побудем в тишине. Входите в этот поток. Начинайте получать образы. Мы будем пророчествовать нашей команде, и мы поступим следующим образом. Человек, который будет пророчествовать, он не будет знать, о ком речь. Я буду писать имя и просьба того, кто будет пророчествовать, не смотреть в строку для сообщений. Команда будет видеть это. И тот, кому будут пророчествовать, он будет читать свое имя. Но человек, пророчествующий, этого не будет видеть. Мы с вами договариваемся сразу не смотреть в строку для сообщений. И, пожалуйста, добровольцы, кто у нас хочет пророчествовать? Так, хорошо. У нас пророчествует Елена Бласова. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, благодарю тебя за слово, которое ты сейчас высвобождаешь для моей сестры или моего брата. Благодать моя изливается и благодать моя излилась в твою жизнь не тщетно. Огонь горит твоим сердцем и этот огонь, он искореняет, сжигает все нечистое и дает тебе освещение настолько, насколько, насколько ты входишь в сферу моего духа, в сферу взаимоотношений с тобой. И это посвящение, которое ты сделала, ты сказала, я посвящаю тебя тебе. И поэтому это посвящение является залогом того, что эта благодать, эта святость, этот свет, он текет через тебя и дает тебе импульс в этом движении. и это движение становится стремительным, так говорит Господь. Аминь. Слава Богу, это пророческое слово было для Наума. Наума, это слово для вас. И давайте еще одному человеку, Лена, помолимся. 10 секунд давайте возьмем, чтобы переключиться на нового человека. И мы с вами будем видеть сейчас в строке для сообщений, кроме Елены. Включаем микрофон и буквально несколько слов. Аминь, 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 слава Богу, и пожалуйста, Елена. Так говорит Господь. Она дает импульс твоей мысли, она дает импульс твоему движению. И это движение настолько стремительное, это движение настолько глубокое. И свет мой, свет твой мой, он проникает, проникает во все глубины сердца твоего, и твое сердце открывается еще больше. Этот поток высвобождает, высвобождает все тромбы, он просто пробивает, и все твердыни разбиваются под этим потоком. И ты входишь в свое предназначение, ты входишь в те сферы, которые для тебя были, как ты думал, закрыты. Но это сейчас открывается, и ты входишь в эти сферы. Входи, входи в веры, не бойся, просто устремись в то, что ты увидишь, в то предназначение, которое тебе откроется. Так говорит Господь. Аминь. Аллилуйя. И это было слово для Ани Беспаловой. Аня, вы с нами? С нами здесь, на площадке. А это слово было для вас. Аллилуйя. И мне нужен еще один доброволец. Пожалуйста, кто еще будет пророчествовать у нас? Формат тот же самый. Может, я буду. Я знала, что это будете вы, и вы знаете, я очень благодарна тем людям, которые говорят, это буду я. Да, мы учимся, да, мы волнуемся, но это надо делать быстро, и тогда дар растет. В обратном случае мы контролируем, контролируем духовный поток, мы его как бы плотиной перекрываем. Всегда, когда говорится, кто доброволец, сразу должно звучать я. А потом перебарывайте все свои страхи. Аллилуйя. Хорошо, Володя. Хорошо. Десять секунд молитвы, короткая молитва и пророчество. Аллилуйя. Аминь. 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 И можно начинать, Володя. Так говорит Господь, ты в моей руке, я тебя оттачиваю, я тебя озаряю светом своим, не бойся, расслабься, чтобы потоки моего слова, моей благодати могли течь через твои уста. Мой свет освещает тебе путь. Погружайся. Глубже, глубже. Глубину отношений с тобой, вернее, со мной. Ты видишь то великое недоступное, чего ты еще не знаешь. Так говорит Господь. Аминь. Аминь. Роза, это слово для вас. Розалия Арсисян. Это было для вас. Аминь. Аминь. Очень сильно. Супер. Супер, да. Да, Роза, это было прекрасно. И еще одно пророческое слово, Володя. Это очень хорошо. Да, растет. Откровенно растет. Я хочу сказать, что все те, кто больше и чаще пророчествует на площадке, ваше движение в этом даре, это настолько большая разница между тем, что было в начале и сейчас. Просто это просто здорово наблюдать эти вещи. 10 секунд. 10 секунд для молитвы. И следующее пророческое слово. Володю, мы от вас ждем. Через вас. Пожалуйста, молимся. Молимся. Хорошо. И аминь. И аминь, аминь. Аминь. Можно начинать. Так говорит Господь. Ты в моей руке. Я показываю тебе эту вселенную. Я держу тебя в своих руках. Не бойся, я не отпущу тебя. Прости во мне. Ничего не бойся. Я всегда рядом с тобою. Я буду наполнять тебя Своей силой. Я буду давать тебе все необходимое. По имени Иисуса. Аминь. Аминь. Это было для Людмилы Пушкарь. Это было для Людмилы Пушкарь. Спасибо. Спасибо огромное тем, кто пророчествовал. Слава Богу, дорогие, за вас. Тем, кто слово получал. Я думаю, вы очень сильно благословлены. Мы с вами завершаем наше служение. И давайте мы в конце еще прославим нашего Господа. И помолимся. Пророчески помолимся. Пророчески. Алла, пожалуйста, помолитесь. Дорогой Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твое видение. Благодарим Тебя за Твою любовь. Такую всеобъемлющую, такую сильную, такую вселенскую любовь, Господь, которую Ты не посылаешь на нас. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Благодарим за Слово Твое, которое Ты открываешь в нас, Господь. за те обучения и назидания, которые Ты в нас проявляешь. Благодарим Божие за то, что мы укрепляемся в вере, Господь, за то, что мы растем в Духе Твоем Святом, Божий, благодарим Тебя. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты сейчас открываешь в нас дары и даешь возможность их притворять в жизни, что Ты открываешь в нас пророческий дар для созидания и укрепления, назидания Церкви, Господь, благодарим Тебя. Ты увидел в нас помазанников Твоих. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Благословенный наш Отец Царь, Отец Дух и Сын, мы благодарим Тебя за то, что Ты так велик, так милостив и проявляешь свою любовь по отношению к нам и даешь нам так много. Мы берем, мы берем то, что Ты даешь, на коленях стоим перед Тобой, поклоняемся Тебе, Господь, очень низко. Славим Твое Святое Имя и провозглашаем, что мы благодарны Тебе, мы любим Тебя, мы хотим двигаться в Твоей славе, Господь, и проявлять Твою славу на этой земле. Благодарим и превозносим Твое Святое Имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте скажем Аминь. Аминь. Вы знаете, мы в живом слове, есть у нас такая платформа еще одна, мы расстаемся всегда, благословляя друг друга. Может быть, мы эту традицию, хорошую традицию, введем и здесь, на этом месте. Когда мы с вами простираем друг другу руки и говорим, да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Давайте это будем все вместе сделать со следующим служением. А сейчас шалом, Смиром Божьим.